Как комарик укусит, в Беларуси появится дополнительная вакцинация от коклюша. Все могут обратиться в территориальную поликлинику, детскую и взрослую, для выражения своего желания привиться за личные средства. Что еще планируют добавить в национальный календарь? Палящий огонь. В центре города взорвался газовый баллон. Уничтожена часть имущества, повреждена кровля. Что помогло справиться с пламенем. Главный государственный праздник. Беларусь отметила День независимости. Вся страна гордится этим праздником. Как Бобруйск отпраздновал знаковую дату. А также маленькие граждане, окончательные списки и новые правила. Все религиозные организации Беларуси должны будут пройти перерегистрацию в течение года. На каких условиях? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Историческое событие. Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Решение подписано во время заседания Совета глав государств, которое проходит в Астане. Как отметил председательствующий на саммите президент Казахстана, Беларусь успешно выполнила все процедуры, которые необходимы для вступления в организацию. Он выразил уверенность, что республика внесет весомый вклад в укрепление безопасности. Один из шагов для создания Большой Евразии – отказ от доллара и разработка механизма двусторонних платежей в национальных валютах, заявил Александр Лукашенко, выступая на собрании. Буквально несколько слов о конкретных направлениях, которым мы в качестве полноправного участника планируем уделить повышенное внимание. Во-первых, это международная безопасность. Глубоко убеждены, что в 21 веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства. Да, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался неспособен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно. Со своей стороны постараемся адаптировать наши инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для нас сфере. Второе – экономика. Уже сегодня у нас есть взаимовыгодные проекты в энергетике, транспорте, логистике, финансах и промышленной кооперации. Если мы выработаем на нашей площадке четкие правила, выиграют все, в том числе за пределами региона ответственности ШОС. Кроме того, на полях саммита белорусский лидер провел переговоры с президентом Турции, Монголией, Китая и генеральным секретарем ООН. У главы государства запланирован еще ряд встреч с коллегами из стран-участниц. Огненная угроза. Бавруйский горел гараж. 3 июля огнеборцам вечером на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Розы-Люксембург. Спасатели оперативно выехали на место происшествия. По прибытии горела кровля. Внутри помещения создалось плотное задымление. Хозяева успели вовремя эвакуироваться на улицу. Специалисты быстро справились с огненной угрозой. В результате данного пожара уничтожена часть имущества, повреждена кровля, повреждена стена из-за взрыва газового баллона. К счастью, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. МЧС напоминает – берегите себя и свое имущество. В случае чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по номеру 112. Белорусский кинематограф, демографический скачок и весна жизни. Практически каждый пятый белорус относится к категории молодежь. Сколько ребят по статистике на 10 девчонок? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Правительство определило перечни видов деятельности, которые разрешены для осуществления в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Он включает 127 и 87 пунктов соответственно. Действующие ИП, не вошедшие в список, должны до конца 2025-го перерегистрироваться в коммерческую организацию в упрощенном порядке. Таких в Беларуси примерно 20 тысяч. В Беларуси в День независимости родились 158 детей, 69 девочек и 89 мальчиков. Больше всего младенцев в столице. 57 меньшан, из них две двойни. В Бобруське на свет появились две малышки. По традиции новорожденных и их родителей поздравят представители администрации, учреждений здравоохранения, областных и городских властей. Все религиозные организации Беларуси должны будут пройти перерегистрацию в течение года. Также обязательное условие создания республиканского объединения такого рода – наличие в его составе общин, действующих во всех областях и Минске. Еще одно нововведение – запрет на политическую деятельность. Согласно подсчетам Белстата, на 1 января 2024 в Беларуси насчитывалось свыше полутора миллиона людей в возрасте от 14 до 30 лет. Больше всего молодых людей проживает в столице – Минской и Гомельской областях. К слову, в Синеокой на тысячи юношей приходится 962 девушки. Пассажиры БЖД смогут смотреть белорусские фильмы во время путешествия. Такая услуга доступна в поездах межрегиональных линий бизнес-класса, которые связывают Минск с областными центрами. Подборка осуществлялась с учетом возрастных категорий и интересов. В нее войдут 22 самые популярные картины из Золотого фонда «Беларусьфильма». Проект направлен на популяризацию национального кинематографа с сохранения историко-культурного наследия. Качество и безопасность. В Бавруйске продолжается масштабное благоустройство. Запах свежего асфальта окутал улицу Орджоникидзе. Под замену пошел участок от Лынькова до Рокоссовского. Всего чуть более полутора километров. Специалисты трудятся на отрезке с самого утра. В первую очередь срезка старого покрытия, затем подготовительные работы и укладка нового полотна. После нанесения разметки. Без внимания не остаются и пешеходы. Тротуары приобретают другой вид. Удобная для ходьбы плитка уже появилась на Минской, Пролетарской, Орловского, Лыньково и других улицах. Для удобства людей с ограниченными возможностями – тактильный материал. Нам очень нравится, что улучшают наш город, кладут плитку, по которой удобно кататься на велосипеде и роликах. Очень изменился Бобруйск, очень все нравится. Чистый, ухоженный город. Город вообще процветает наш, чище, чище становится. Много асфальта, положили плитки. Всего в планах на 2024 год отремонтировать 30 участков дорог. Всего же в республиканском списке более восстановления 5000 километров. На это выделили без малого полтора миллиарда рублей. По информации Минтранса, почти 2000 уже готов. Укол здоровья. В национальном календаре прививок появилась еще одна вакцинация против коклюша. Дополнительные меры приняли в связи с регистрацией в стране 1700 случаев заболевания за последние пять месяцев. Вакцинировать начнут детей в шестилетнем возрасте. Сейчас, согласно национальному календарю, укол здоровья делается в два, три и четыре месяца с последующей ревакцинацией в полтора года. Часто родители спрашивают, а можно ли привить ребенка от тех инфекций, которые не определены национальным календарем. Да, на сегодняшний день существует такая возможность сделать прививку ребенку от менингита, от пневмококковой инфекции, от ветряной оспы, от вируса папиллома человека и вирусного гепатита А. К слову, с начала года в Беларуси зарегистрировано 200 случаев кори. Чаще всего болеют дети, не имеющие прививок против вируса. Среди симптомов повышенная температура, сухой кашель, сыпь, светобоязнь. Осложнения могут привести к непоправимым последствиям, таким как пневмония, отит, коревый энцефалит, вплоть до летального исхода. Все могут обратиться в территориальную поликлинику, детскую и взрослую, для выражения своего желания привиться за личные средства. То есть вы приходите в поликлинику, там, как правило, есть вывески с перечнем инфекций, против которых можно заказать вакцину. И название вакцин. Обращайтесь по определенному алгоритму, записывайтесь в лист ожидания и порядка 7-10 дней бывает, пара дней ждут вакцину. Вы оплачиваете и можете привиться. Сегодня в графике прививок 12 инфекций, среди которых вирусный гепатит B, краснуха, корь, туберкулез, столбняк. Все вакцины, включенные в календарь, бесплатные. Как правило, участковый врач следит за исполнением и вовремя напоминает о вакцинации. Как гласит народная мудрость, предотвратить проще, чем лечить. Беларусь независимая. 3 июля Синюкая отметила главный государственный праздник. Спустя 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков, страна смело смотрит в завтрашний день и гордится поколениями соотечественников, которые, не жалея себя, вставали на защиту Отечества и верили в счастливое будущее детей и внуков. Об истории и современности Юлия Вернер. День величайшей радости и глубочайшей скорби. Ровно 80 лет назад советские войска освободили белорусскую столицу. В боях за свободу и будущее страны погиб каждый третий. Понимая значимость этой даты, всенародным голосованием белорусы выбрали именно этот день главным государственным праздником. Почтить память павших в те страшные дни и поблагодарить за мирное небо над головой, на площади Победы собрались как городские власти, депутатский корпус, духовенство, военнослужащие, представители общественных организаций, предприятий, так и неравнодушные граждане. В сознании белорусов навсегда память тех трагических лет и осознание. В наши дни подобное недопустимо. Со словами о важности мира и поздравления с праздником перед собравшимися выступил председатель Бобруйского горисполкома. Вся страна гордится этим праздником, в том числе и нашим Бобручане. Посмотрите, сколько сегодня людей собралось. И я, как сегодня сказал, дай Бог ветеранам, каждому нашему ветерану, живущему в нашем городе, в нашей стране, еще многое-многое лето здоровья. Сегодня воспитание молодежи – одно из главных направлений идеологической работы. Основы – историческая память. Юноши и девушки чтят героев и события прошлого. Мы должны, я как представитель молодого поколения, мы должны помнить об этом дне, чтобы укрепляться, скажем, память. Ну и поздравляю всех с Днем независимости. Однако есть и те, кто знает о страшных днях не понаслышке. Голодовали, у вас за рыжих было, в болоте сидели, там люди умершие, лежали, трупы. А мы, мама, трое нас было. Мы кинут немцы хлеба по кусочкам, кому досталось, а кто укусил, а кто и голодный был. Войны этой больше не было. Хватит, на железь голодные пробыли. Рёв мотора. Программа праздника продолжается на задней площадке Бобруйской арены. Уже традиционный конкурс «Автоледи» собирает десятки представительниц прекрасного пола. Поболеть за свои половинки приходят и самые главные критики – мужья. Организаторы зрелищного шоу – БРСМ, ГАИ, ДОСААФ. Сегодня у нас пять участниц. Участницы с Агромаша, с РТИ, ЖРЭО Первомайского района, ЖРЭО Ленинского района и КУБДЭП. В конце они будут награждены подарками и дипломами. Данное мероприятие направлено на повышение роли и значимости женщины за рулем, а также более профессиональные их подготовки. Я как директор автошколы могу заявить, что женщины, девушки сейчас всё больше и больше занимают место в управлении транспортными средствами. Они хорошие ученики, они хорошие водители на дорогах. Участницам предстоит проявить свои навыки в трёх этапах. Знание ПДД – презентация своего авто. При оценке жюри рассматривает как оформление, так и творческую подачу. В последнем состязании девушки демонстрируют скоростное маневрирование. Парковка задним ходом и диагональная. Габаритная змейка – разворот в условиях ограниченной ширины проезжей части. Критерии оценки – время, правильность прохождения. Мы готовились всей нашей дружной семьёй. Это моя семья, муж, дети, мои друзья, мои коллеги. Всё это было очень волнительно, в то же время весело, задорно, и мы рады участию. Было очень сложно, потому что последний раз я на эти тесты отвечала 10 лет назад, когда училась в автошколе. И поэтому сложновато. Насправилось на все 100. Сегодня лучше всех справились с маневрированием. Насколько было сложно всё-таки преодолеть маневрирование? Не сложно, потому что я 8 лет за рулём, беспрерывная стажа. Но волнение, конечно, сильное. С 4 часов вблизи ледовой арены начинают работу торговые ряды, тематические и игровые площадки. Досуг организован на любой вкус и цвет. Найти для себя интерес могли как взрослые, так и дети. Моему ребёнку 2 года, вот он выбирает столько здесь игрушек, не знает, куда бежать. Да, разбегаются глаза. Наши дети здесь прекрасно отдыхают, их родители вместе друг с другом тоже и отдыхают, и общаются. А самое главное, что здесь весело и всё бесплатно. Особый ажиотаж возле контактного зоопарка. Кролик, шиншилла, морские свинки, хорёк. Всех можно гладить, брать на руки и кормить. Что ещё надо малышам? Дети, когда общаются с животными, они воспитываются добрыми, отзывчивыми. Чувство сострадания у них формируется. А это очень важно. Закупиться впрок. Город мастеров радует изобилием сувениров, кухонной утвари, украшений, предметов домашнего интерьера. Выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства предлагает изделия из керамики, фарфора, стекла, льна, камней и бисера. Вот такую доску для своей кухни, потому что натуральное дерево. Надеемся, нам это принесёт удовольствие. Много у нас ассортимента. Мы занимаемся разделочными досками, много минажниц, много подсвечников из разных пород дерева. Уникальные творческие работы с деревом, как красным, уникальными породами, которых в Беларуси не найти. Ключницы, дрифтвуд такой разный. Ну, народа довольно-таки много. Жортаж хороший. С шести часов на сцене у Ледовой арены концерт «Квитней» родима под блакитным небом. Настроение зрителям поднимают городские творческие коллективы Центра дополнительного образования детей и молодёжи. Школа искусств имени Ловникова, ансамбль народной песни «Бобруйские музыки», вокальная группа «Любава» и многие другие. В 22.55 уже традиционная в такой день акция «Споём гимн вместе». В стороне не оставался никто. Весь город в один голос повторяет слова главной песни страны. Сразу после исполнения кульминация дня. Праздничный салют. День независимости. В памятную дату 80 лет освобождения Беларуси Бобруйск празднует с размахом. Через год ещё одно знаковое событие – 80 лет Великой Победы. Пока белорусы помнят о цене свободы и независимости, за завтрашний день можно не беспокоиться. Юлия Вернер, Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Цирк на высшем уровне. Как прошли и чем закончились дебаты двух стариков? И на кого демократы могут поменять самоходного деда? И продолжится ли курс на уничтожение славян? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!